Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с заслуженным художником России Владимиром Мягковым. Владимир Владимирович, открылась первая в этом году художественная выставка. Поделитесь своими впечатлениями. Да, действительно, выставка это у нас первая, потому что было множество различных причин организационного и хозяйственного плана. Нам не удалось провести ни одной выставки, кроме этой. И даже открытие именно этой нашей областной выставки пришлось несколько раз переносить из-за разных технических препонов и препятствий. Ну, впечатления, как всегда, от открытия, в общем, радостные, потому что это в любом случае событие и для художника каждого в отдельности, и для организации. Тем более, когда проходит какой-то достаточно большой период времени, есть возможность посмотреть на свои работы со стороны, посмотреть на них рядом с другими произведениями. Это, в общем, она в любом случае какой-то итоговый характер имеет. Что хочется сказать еще, но это, наверное, связано с нашим вот таким уникальным географическим и историческим, скажем так, положением. Обычно приходит народу гораздо меньше на выставки, чем приглашают. Вот, например, могу сказать по своему личному опыту, я лично послал только 85 смс-ок с приглашениями. Пришло, ну, человек, наверное, 10 из тех, кого я пригласил. Наверное, не для всех удобное время, но тут выбирать не приходится, потому что очень много разных факторов. Надо учитывать и какие-то, значит, вот более официальные приглашения, чтобы люди успевали и оттуда прийти, из каких-то властных структур. И поэтому происходят вот такие вот накладки, и народу всегда мало. И это, к сожалению, очень раздражает. Понятно, что очень многие люди из тех, кого вот приглашали, и мои друзья, там, и интересующиеся искусством, они придут потом смотреть обязательно, может быть, несколько раз. Но открытие, оно всегда, это событие. Здесь даже нисколько картины, они на открытии показаны не для того, чтобы сразу погрузиться в их атмосферу, понять и прочувствовать их до конца. А просто они представлены. Понятно, что знакомиться с ними будут позже. Но это событие, которое имеет вот такой вот эмоциональный и, в общем, общественный статус. Поэтому хотелось бы большего внимания именно в этом смысле. Хотя должен отметить, что вот на этом открытии, конечно, очень широко были представлены средства массовой информации, только вот телевизионных каналов, наверное, там, 4 или 5. Это очень большое внимание, и поэтому вот за это можно сказать спасибо. А получили ли вы, как участник выставки, отзывы о ней? Ну, от тех людей, которые приходили, конечно, я получал уже. Что-то людям нравится, что-то не очень, это естественно, потому что искусство, оно многогранное, и не может быть единого какого-то мнения, что хорошо, а что плохо. Каждый находит всегда какие-то свои нюансы и в картинах, и в произведениях вообще. Отзывы несколько отрицательные. Вот я слышал тоже были насчет организации, но организация, она не может быть другой, потому что то, что зависит от организаторов, они делают. А дальше зависит уже от приглашенных и от тех людей, которые, вот так сказать, вокруг этого. А вот вообще, получается, эта выставка первая в этом году, почему проводят так редко выставки у нас? Ну, как я уже отмечал, тому целый комплекс причин и организационного, и хозяйственного плана. Отчасти это и какое-то не очень, наверное, сильное внимание властей к нашим проблемам. Отчасти это проблемы и какие-то ситуации, которые складываются просто по жизни. Поэтому, когда есть возможность, люди выставляются, и тут же выставки проводятся не только, скажем так, в такие собирательные, где поучаствует много народу. Существует, но вот каждый художник может подать заявку и сделать свою персональную выставку. И такие года были, когда действительно проходило там по несколько персональных выставок наших художников в год. И, конечно, это сказывалось вот на общем вот этом вот графике работы нашего выставочного зала. А сейчас многие уехали, к сожалению. Галдин Юрий Алексеевич нас покинул, Финтяжев, вот Вячеслав тоже уехал. Люди разъезжаются, уезжают, нас становится меньше. Прибывают, конечно, новые, но все равно идет естественная убыль, скажем так. Вот как раз о новых. Помимо мастеров выставлялись молодые художники. Может быть, вы кого-то отметите? Не хотелось бы так вот персонально проводить какие-то акценты, устанавливать. Ну, интересно, вот из новых вообще авторов, которые недавно влились в нашу организацию, я хочу отметить Наталью Гончарову. Это очень интересный автор, она очень плодотворно и много работает. И хочется пожелать ей, конечно, всяческих творческих успехов. Есть люди, которые просто как любители пытаются участвовать на наших выставках, но там опыты не всегда однозначные. Есть и положительные, есть и отрицательные, тоже и отзывы. Но это естественная работа Союза художников как общественной организации. Мы поощряем, в общем, развитие искусства, безусловно, и внимательно относимся ко всем. И если у человека есть желание выставиться, показать свое творчество, свои какие-то достижения, то мы всегда рады. Молодые художники, ваш взгляд как мастера, чем их искусство, может быть, выделяется сейчас, отличается? Может быть, они привнесли что-то новое, даже выставку в эту? Ну, это довольно сложный вопрос. У каждого человека понятно, что свой взгляд на жизнь. И наше время сейчас, оно очень сильно изменилось по сравнению с тем, что было раньше, с тем временем, когда рос и становился я как художник. Сейчас жизнь очень другая, совершенно другая. Вообще ситуация и в стране, и в мире, поэтому появляются какие-то новые художественные и течения, и отношение к каким-то явлениям жизни, оно тоже меняется, появляются новые техники исполнения. Не все из этого, то, что появляется и привносится, скажем так, закрепится и действительно станет неким произведением, и не из всего этого вырастет какое-то новое явление, какие-то достижения. Но, как я уже говорил, поощрять, безусловно, надо все, потому что, если мы не будем знать, не будем видеть вот это вот развитие, то никакого развития не будет вовсе. Давайте поговорим о вашем творчестве. На выставке я видела ваш триптих, и у вас достаточно много именно таких работ. Почему именно триптихи? Ну, триптихов, на самом деле, там даже не один, а два на выставке представлены. Один из них, это вообще все мои работы, которые мы там видим, это новые работы, сделанные вот буквально на протяжении последнего года, или полутора, где-то так. Один из триптихов под названием «Увенчание», он присутствовал, был отобран на региональную выставку, которая проходила вот совсем недавно, осенью этого года, в Петропавловске-Камчатском, и сейчас он отобран для участия на нашей всероссийской художественной выставке. Это очень большое достижение для меня. Еще один триптих «Планета Колыма», ну, он, наверное, вот как раз отвечает, вот попытка ответить вот этому названию выставки «Колыма. Территория опережающего развития». То есть это где-то я пытался осмыслить, наверное, вот Колыму как некий художественный, может быть, образ, ее историю, ее жизнь, человеческие судьбы, но, разумеется, все это через преломление своего художнического видения и своего художественного языка. Почему триптих? Потому что, ну, на мой взгляд, это достаточно такое сложное получается художественное произведение, оно состоит из трех частей, то есть левая часть, центральная часть и правая часть, которая, конечно, подразумевает, значит, некое развитие, некое становление и некий эпилог, апофеоз. И в этом я вижу дополнительные средства для выявления образов. Они тоже в каждом случае могут выявляться и становиться по-разному, потому что и само вот это вот движение композиционное и образное можно трактовать по-разному. Оно может быть либо статуарным, статичным, как вот в случае триптихоувенчания, например, либо вот как в случае триптихопланета Колыма, там этот образ решен через движение, через все три части этого произведения, через все изображение мы видим движение, вот такое вот наверх, стремящееся куда-то в бесконечность, в будущее. Ну, наверное, вот так. Вы упомянули про участие в выставке в Петропавловске-Камчатском. Расскажите, какие еще работы вы там представили и готов ли уже галерейный каталог, где можно посмотреть ваши работы? Ну, представлено было несколько работ для отбора, но прошло только вот это вот, потому что, да, отбор достаточно жесткий, и, естественно, выставочный комитет смотрит наиболее состоявшиеся, наиболее удачные произведения. И прошла именно вот эта моя работа. Ну, кроме этого, там участвует достаточно много, ну, практически весь наш союз художников. Каталог, он уже готов, вот мы можем посмотреть. Вот этот замечательный каталог мы можем видеть. И вот в нем напечатана моя работа. Вот. Ну, в широком доступе этот каталог не существует, он есть только у участников выставки. Здесь вот мы видим большая искусствоведческая статья, то есть эта выставка охватывает вот Дальний Восток России, то есть она очень представительная, очень масштабная, и, в общем, это большое явление и в художественной жизни России, и, безусловно, нашего союза художников. А вот с какими, может быть, еще серьезными, именитыми художниками вы выставлялись рядом на этой выставке? Ну, это сложно сказать. Насколько просто, насколько она... Ну, разумеется, со всеми, кто принимал там участие, со всеми художниками из Владивостока, Хабаровска, других приморских городов, это всегда большая и честь, и большое испытание, потому что видеть себя действительно с маститыми такими именами, с людьми, которые... с произведениями людей, которые посвятили себя искусству и провели всю жизнь в творческих поисках, это всегда очень почетно, лестно, но это и испытание, потому что волей-неволей сравниваешь себя, глядя на себя, на свои произведения со стороны, и очень часто видны какие-то недочеты, ошибки, и видно, куда надо двигаться дальше. В общем, это очень интересно и очень волнительно. Выставки проводят не только для того, чтобы люди посмотрели на картины, но и чтобы их купили. Вот возможно ли сейчас магаданскому художнику форажитие за счет своего творчества? Даже не знаю, наверное, вряд ли это связано, потому что с тем, в первую очередь, что у нас магадан, это город все-таки достаточно такой вот уникальный в смысле количества населения и востребованности, наверное, искусством, несмотря на то, что есть очень много любителей, там и почитателей, и отдельных художников, и искусства вообще, но все-таки город у нас маленький, и туристического потока практически в нем нет, поэтому здесь все художники достаточно так заперты в нем. Поэтому, ну, приходится изыскивать какие-то средства к существованию тем или иным способом. В больших городах ситуация, конечно, она по-другому складывается, потому что, ну, и когда население там приближается к миллиону, скажем, и очень значительный турпоток, здесь гораздо проще. В этом смысле магаданские художники поставлены, конечно, в очень жесткие условия. Ну, а люди меньше стали интересоваться больше, или интерес все тот же, и, может быть, финансовое положение как-то сказывается нынешнее? Ну, и это все, вы правы, это все сразу сказывается, и финансовое положение, и политическая ситуация, и развитие нашей области, и города, и все сразу, все вместе. Тут нет одной причины, жизнь многогранна, поэтому нельзя сказать, вот это так, а это так. Тут целый комплекс причин. Потому что даже если есть возможность выставиться, не всегда это произведение будет куплено. У меня некоторые картины, которые были сделаны специально на продажу, я писал салонные вещи, пейзажи, с расчетом на то, чтобы как-то поддержать свое материальное положение. Они рано или поздно продавались, но это происходило иногда по прошествии пяти или шести лет. То есть она вот или висит в галерее, или хранится у меня в мастерской, и потом кто-нибудь случайно ее покупает, несмотря на то, что она пользуется как бы успехом, и все хвалят, но покупатели не находятся. Поэтому все бывает очень по-разному, очень индивидуально. А вот есть какие-то сюжеты, которые более популярны среди магаданцев и гостей? Ну как, это же вопрос. Разумеется, для туристов, скажем, в первую очередь, что это какие-то местные достопримечательности, это природа. Я не думаю, что сейчас у нас как бы вот развитие, как это сформулировать-то, вот этой отрасли, ну не бизнеса, искусства и вообще востребованности связаны вот с конкретными именами, когда люди приходят вот как в театр на какого-то актера, так же приезжают посмотреть на какого-то художника. До такой степени популярность еще, конечно, наверное, не дошла. А в смысле востребованности, ну в первую очередь, разумеется, востребованы какие-то, как я уже сказал, местные достопримечательности, бухта Нагаева, бухта Гертнера, какие-то там красоты Магадана, вот это вот. Но в какой степени можно назвать это искусством, тоже это, безусловно, ремесло. Это вообще разговор об искусстве очень сложный. Вот если проводить параллели, например, ну с каким-то там вокальным искусством, да, вот и изобразительным. Вот есть Ария Фауста, есть песня «Очи черные», а есть песня «Хорошо, все будет хорошо». Это все песни, песни. И вот висят картины на стене. Это тоже все картины. Но одна из них это Ария Фауста, одна «Очи черные», одна «Одна», а «Хорошо». И каждый выбирает свое. Владимир Владимирович, спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Мы беседовали с заслуженным художником России Владимиром Мягковым. До свидания. До свидания.